МОСКВА В своем интервью нашему порталу он рассказал о том, как строится международное сотрудничество Москвы с иностранными партнерами, каковы результаты этой работы и что пока только в планах. На сегодняшний день мы сотрудничаем порядка с 90 городами. Последние десятилетия, скажем так, мы сотрудничали очень плотно с городами Европы. В основном это было направление Германии и Франции. На сегодняшний день мы сейчас пытаемся развивать отношения, даже не развивать, а активизировать отношения, которые заморожены были, с странами Латинской Америки и с Азией. Мы очень плотно сейчас начали взаимодействовать с Пекином, Шанхаем, Гонконгом. Мы начали говорить о взаимоотношениях и их развитии с Бангкоком. В этом году у нас запланировано несколько таких визитов. К нам приходит практически каждый день по несколько обращений о взаимодействии в той или иной сфере. И впоследствии это выливается в какие-то конкретные проекты городского развития, соответственно. Создание ситуационного центра управления безопасностью дорожного движения, который мы, так скажем, не подсмотрели, но взяли на заметку тех технологий, которые были применены в Лондоне, в Великобритании. Это было в прошлом году, сейчас такой центр есть в Москве. И мы гордимся им очень и считаем, что у нас центр намного лучше, чем у них получился. Москва очень быстро развивающийся город. И мы берем те самые передовые и последние технологии, которые были разработаны в мире за последние три года. Лондонский ситуационный центр строился около 10 лет. Поэтому они, конечно, набили все шишки, которые могли набить на создание такого центра. А мы взяли все самое лучшее и перенесли, кастомизировали, как говорится, здесь, в Москве. Поэтому у нас лучше, у нас современнее. Безусловно, мы пристально смотрим за тем, если также продолжать транспортную тематику с международной, так скажем, составляющей, то на сегодняшний день мы очень внимательно смотрим, как развиваются административные парковочные пространства в различных городах. И тот опыт, который уже наработан, опять же, десятилетиями в той же самой Европе или Азии, мы перенимаем здесь, а также убирая эти ошибки, которые они в свое время, так скажем, исполнили. Могу привести конкретный пример. Где-то несколько месяцев назад мы посетили Стокгольм. Там очень жесткие меры по администрированию парковочного пространства. И мы думали в свое время даже применить их в Москве, но не стали. Потому что понимали, как, скажем, наши граждане отнесутся к этому. Прежде всего, своими проектами. Как мы знаем с вами, что Москва увеличилась в 2,5 раза. Соответственно, и количество проектов, и масштабность их тоже увеличилась. Поэтому, так скажем, не только инвесторов, а вообще компаний, которые планируют работать на московском рынке, для них интерес увеличился в 2,5 раза. Все пропорционально. Прежде всего, Москва – это на сегодняшний день кладезь городских проектов, которые на сегодняшний день, например, в Европе вы уже не найдете. Потому что Москва стремительно развивается и очень быстро. Нужно внедрять передовые технологии здесь с нуля. А в Европе таких городов, мы проехали, поверьте, очень много, их на сегодняшний день уже нет, где можно с нуля что-то поднять, какой-то инвестиционный проект большой. Я не говорю только строительство, я говорю просто про развитие всей инфраструктуры Москва. Здесь можно по-сквозному пройтись, наверное, по всей жизнедеятельности Москвы. От технологии строительства в метрополитене, куда мы приглашаем всех международных партнеров, кто умеет строить метро. Потому что, как вы знаете, порядка 15 линий, километров в год мы стараемся вводить. И думаю, что это на сегодняшний день одни из самых больших, за исключением, наверное, Китая, темпов развития метрополитена в мире. И, безусловно, иностранные партнеры, компании уже участвуют в создании нашего метро и будут участвовать далее. Это инновационные технологии в применении строительства новых развязок, которые сейчас строятся вокруг МУКАД. Это те же самые парковки, как я вам сказал. Это создание тех же самых пешеходных зон в центре города. К нам приезжают большое количество делегаций, порядка 50 в год. Как правило, они возглавляются мэрами, губернаторами, главами администрации этих городов. И я не перестаю удивляться, как они обескуражены тому, как Москва меняется. Потому что все они говорят одну и ту же фразу, и мэру, и руководству города, что они были какое-то количество лет назад в Москве, и приехали сейчас, и они Москву не узнают, насколько она стала чище, насколько увеличилась пропускная способность транспорта, как безопасно в городе, мы им показываем те объекты, которые действительно изменились, те территории, которые мы перестроили, модернизировали. И они очень удивлены тому, как изменяется Москва. Мы сейчас активизируем, как я уже ранее сказал, отношения со странами и с городами, соответственно, Латинской Америки и Азии. Мы планируем запустить несколько якорных проектов под названием «Одни Москвы» за рубежом, на следующий год в Бангкоке, Сингапуре. Мы планируем также посетить Буэнос-Арес и Мехико. «Дни Москвы» – это для нас якорные проекты нашего департамента, некий бренд, это проект, который носит в себе гуманитарный характер, экономический и культурный. Как правило, мы привозим московскую культурную программу на несколько дней в этот город. Мы организовываем бизнес-форум, на который мы стараемся собрать всю городскую элиту того города, куда мы приезжаем, бизнесовую я имею в виду, для того, чтобы обсудить те или иные проблемы городские и как развивать город. Мы посещаем различные компании, которые участвуют в развитии города, куда мы едем. И, так скажем, перенимаем опыт, проводим бизнес-форум и делимся мнениями о том, как города мировые будут развиваться в течение 10 лет. Мы делали такой проект в Израиле, мы делали такой проект в Берлине, мы делали такой проект в Вене, мы сделали «Дни Москвы» в Риме и Милане, и у нас большие планы на 2015 год. Мы сейчас прорабатываем вопрос «Дни Москвы в Сингапуре», мы прорабатываем вопрос «Дни Москвы в Париже», и мы прорабатываем на сегодняшний день «Дни Москвы в Бангкоке». У нас есть обратная сторона медали. Когда мы проводим такие дни за рубежом, как правило, администрации тех городов хотят сделать обратный проект здесь, в Москве. И на следующий год у нас запланированы «Дни Израиля» в Москве. При поддержке посольства Израиля будут здесь корректироваться дни в начале лета. Значенными для нас на сегодняшний день являются результатами, что несмотря на всю политическую ситуацию, которая у нас витает в воздухе, мы, несмотря ни на что, на городском уровне взаимодействуем со всеми городами. У нас нет никаких дрязг и ссор, и мы продолжаем сотрудничать со всей Европой. Мы вне политики, это самое главное. И какое бы время ни наступило, мы также будем продолжать развивать наш город, меняться мнениями. Москва очень сильный, быстро развивающийся город, один из лучших в мире. И мы используем самые передовые технологии. Мы развиваемся намного быстрее, чем многие города в Европе. Мы имеем колоссальный ресурс с точки зрения самих москвичей, которые имеют высокое образование, которые стремятся сделать карьеру именно в Москве, которые собираются работать в Москве. И многие из них являются тем нашим будущим, на которое мы надеемся. Был выбран город Вена. Мы должны были сделать ответные дни. Мы это обещали господину Хойплю. В прошлом году у нас были дни Вены в Москве. И вот в этом году у нас мы решили провести непосредственно дни Москвы в Вене. Была трехдневная большая программа. Мы проводили ряд переговоров с крупнейшими австрийскими компаниями. У нас был бизнес-завтрак, в рамках которых абсолютно все они в один голос заявили, что они очень обеспокоены санкциями, которые вводятся Евросоюзом в отношении России. И они выразили господину министру Черемину свое уверение в том, что они до последнего будут готовы и хотят инвестировать, и будут сотрудничать с Москвой по всем направлениям, которые они только могут. А мы обсуждали вопросы в области развития медицины, строительства, образования. Далее у нас был прекрасный концерт. Мы привезли солистов Большого театра. Это было в Ратуше. Также мы провели ряд переговоров с премьером Нижней Австрии, в рамках которых мы обсудили вопросы также городского развития. У нас были круглые столы организованы в области развития жилищно-поминального хозяйства. Мы впервые в Венских днях использовали формат, который мы придумали буквально недавно, потому что мы взяли в состав делегации именно людей, которые работают, так сказать, на земле, из префектур. Не просто чиновников, сидящих в кабинете. И мы организовали для них очень интересную программу, в рамках которых они встретились со своими коллегами там, в Вене. И они задавали совершенно конкретные вопросы. Как они администрируют парковки? Как они моют с утра улицы? Чем они их моют? Как часто? И вот я считаю, что это был достигнут максимальный эффект от таких встреч, когда они непосредственно встретились со своими коллегами и поняли, как работают на земле, в Вене, именно те люди, которые занимаются тем же самым, чем они занимаются здесь в Москве. У нас запланированы также дни Москвы за рубежом. Мы запланировали несколько таких проектов в Азии. Мы думаем, что мы проведем ряд таких проектов в Латинской Америке. И я совершенно точно могу заверить, что Европу мы обижать своим присутствием не будем. И я думаю, что мы проведем несколько проектов в Европе. Это сеть или ряд семинаров за рубежом, где мы очень глубоко прорабатываем ту или иную тематику в области развития транспорта или, как вы упомянули, культуры. Мы сейчас запустили такой же проект, параллельно, третий, по направлению исследования культурного наследия. С чего это началось? Была задача от Департамента транспорта в мире изучить ту или иную технологию, которую они хотели для себя понять, как ее применить в городе, как ее развивать, как на нее отреагировали бы москвичи и так далее. И нам поступил запрос про работу, где это может быть в мире и как это посмотреть. И после этого у нас родился проект, что мы выбрали несколько городов совместно с Департаментом транспорта, где мы точно полимали, как эти системы могут быть, как они внедрены были там. И из этого получилась сеть семинаров, сеть проектов, в рамках которых мы привозили туда Департамент транспорта. Встречались с мэрией тех городов, встречались с бизнесом, который внедряли там эти системы, делали круглый стол, в рамках которого мы дискутировали, обсуждали, спорили на ту или иную тему. И после этого по возвращению мы четко понимали, как внедрять ту или иную систему транспортную здесь в городе. И когда были вопросы, а зачем вы это делаете, мы всегда ссылались на то, что посмотрите, как это сделано там, посмотрите, какой эффект это дало в течение, например, среднесрочной перспективы трех лет, посмотрите, какой эффект будет к 2020 году. И мы должны незамедлительно это внедрить здесь, в Москве, для того, чтобы мы догнали, а может быть перегнали те показатели, которые мы увидели в тех городах, которые мы посетили. Также у нас появилась культура. У нас параллельно появился запрос об изучении паркового хозяйства. Как облагораживать парки? По какому принципу они строят дорожки? Ландшафтный дизайн? Какие мероприятия нужно в парках проводить и так далее? Ну, безусловно, мы выбрали самые лучшие парки в мире, огромные, схожие по масштабности с, например, тем же парком Горького или парком Сокольников. Собрали компактную делегацию и непосредственно посетили те самые всем известные гайд-парк, Миллениум парк Чикаго или Центропарк Нью-Йорк, для того, чтобы посмотреть, как развиваются они, какая история их развития была. Когда мы что-то создаем здесь в городе, мы не должны изобретать велосипед. Мы должны брать все самое лучшее и вот на этом лучшем строить что-то свое. Мы в прошлом году посетили Лондон и там мы посмотрели создание интеллектуальной транспортной системы лондонской и создание институционного центра, из которого мониторится вся транспортная обстановка в городе. В прошлом году этот проект у нас уже шел и я считаю, что наш департамент, осуществляя вот эту координирующую роль, вовремя очень показал, как развивается интеллектуальная транспортная система там и то руководство, которое внедряло интеллектуальную транспортную систему здесь, они для себя очень много чего подчеркнули для создания вот такой системы здесь. Мы посетили посетили Канаду, у нас было в Торонто мероприятие, значит, там мы смотрели автобусное сообщение, как развито у них тоже был интересный очень опыт, который мы передали сейчас и какие-то даже технологии использует департамент транспорта совместно с Мосгортрансом. Мы посещали Париж совместно с метрополитеном, у нас исторически складывается дружба между метрополитеном города Парижа и нашим московским метрополитеном. В прошлом году мы посещали Южную Корею, Сеул, там мы смотрели и транспортное сообщение городского пассажирского транспорта, и мы смотрели метрополитен, и мы смотрели интеллектуальную транспортную систему, очень развитый с точки зрения город, и мы тоже оттуда много чего подчеркнули. Все смотрят на нас, как мы будем развивать Большую Москву. Есть такой проект, схоже, Большой Париж. И я думаю, что мы их, наверное, все-таки перегоним. Мы быстрее развиваем нашу Большую Москву, чем и не Большой Париж. Очень схожий проект. Задача нашего департамента, прежде всего, показать нашим зарубежным партнерам, кто есть Москва. Причем, заметьте, что я сказал, не что есть Москва, а кто есть Москва. А Москву делаем мы, москвичи и гости столицы, которые проживают на территории города. Я думаю, что если мы такими же темпами, как последние три года, будем развивать Москву, я думаю, что в ближайшее время, даже не десятилетия, а раньше намного, мы войдем, ну, как минимум, в тройку лучших городов для проживания в мире. Это наша цель.